Геннадий, расскажите, что сейчас в Мариуполе, в районе Завстали, вы сейчас находитесь, что там происходит? Начну со следующего. Ребята, бодрые репортажи наших корреспондентов несколько не соответствуют действительности. Нет, не все так плохо, мы продвигаемся, мы продвигаемся гораздо медленнее, чем о том репортует Сюмы Беговы и остальные. Не убирайте это, пожалуйста. Я не знаю, на сколько процентов контролируется город, явно не на 80. Мы работаем со стороны побережья, по бульвару Меотида, подошли к жилому кварталу, который непосредственно перед Завстарием. Бои очень тяжелые и трудные. Почему? Потому что мы, группа разведки, используемся в качестве выявителей огневых точек. То есть мы заходим, выявляем, откуда работают украинцы, быстренько отходим, их обрабатывает артиллерия, авиация, снова заходим. Потери, конечно, немаленькие. И так вот прогрызаем метр за метром, дом за домом, улицу за улицей, и еще двигаться нам, и двигаться, и двигаться. Что касается обеспечения, все тоже не очень хорошо. Чем занималось наше военное ведомство в 8 лет, бойцы спрашивают, неведомо. Потому что спецназ ДНР, о котором говорит тот же Сюма Бегов, который контролирует город, это мы. Те, которые воевали в 14-м, 15-м, те, которые оставались на службе. Россиян я рядом вообще не видел, они работают на другом направлении. Работают рядом чеченцы, нам помогают. Все. Спецназ ДНР, это мы. Той армии, которая была на картинках, помните, период был с 16-го года и до 22-го, когда запрещали снимать на боевых. Почему запрещали снимать? А не дай бог, боец о чем-то проболтается. Он должен быть по форме, у него лакированные ботинки в окопе, с подворотничком, весь упакованный, экипированный. У нас экипируется, есть базовый набор одежды, дальше экипировка. Бронники, разгрузки, все прочее. Мы не знаем, где это. Каждый экипируется как сможет. За свой счет. Как оснащены азорцы. Что? Как оснащены азорцы. По полной программе. У них тепловизоры, у них американские снайперские винтовки. У них есть все. Они нас видят гораздо лучше. И дальше, чем у них безупречная радиосвязь и система глушения. То есть, когда мы заходим в тот же дом, несколько раз нас отсекали, обрабатывали снайперы и пулеметчики. Мы, если удается вклинить их радиопереговоры, мы понимаем, что они нас хорошо видят и контролируют ситуацию. Более того, системы глушения такие, что они могут нас заглушить. И мы ничего этому не можем противопоставить. То есть, Первая мировая война, вестовой побежал под пулями. Вот так вот. Все не так радужно, но все не так плохо. Мы, конечно, победим. Но это будет не так быстро и не так бравурно. Бойцы, когда смотрят репортажи федеральных каналов в местных СМИ, они просто смеются. Говорят, ребята, вот им не стыдно, вот они приезжают. Зачем они все делают? Это не постановка, но это такая перетасовка кадров. Ребята, если мы занимаемся теми же политехнологическими приемами, которыми занимаются украинские СМИ, зачем мы от них отличаемся? Давайте говорить правду, да. На войне побеждает тот, кто говорит правду. Все не так хорошо, но все не так плохо. Рано или поздно мы все равно победим. Ну, рано или поздно ему все равно победили. Я так понимаю, что они сейчас закрепились в высотках вокруг Азовстали и на самой, конечно, вы спали. Более того, вот мы поработали по высотке, погасили снайпер, он сменил позицию, он в другом месте. Мы снова работаем по высотке. Они сменили позицию, они в другом месте. То есть это надо прогрызать каждый дом, каждый дом занимать для того, чтобы ликвидировать эту опасность. А дальше, там залученные станции, там доты, дзоты, Азовсталь укреплена. Так, что я не знаю, какие силы нужны для того, чтобы их штурмовать. Там, не знаю, бойцы говорят, там тысячу кинжалов надо для того, чтобы что-то сделать с этой Азовсталью. Если просто так идти, вот как мы идем, это будут потери, потери и потери. Хорошо, спасибо, Игорь. Спасибо, Геннадий. Не за что.